Итак, ребята, чтобы вы еще раз понимали, нам надо вывести посты пользователя. Пользователи юзер, один пост, действительно, их немного. Если видим, тут у меня несколько постов, юзера один, действительно. Но мы сейчас все это будем делать пока без дизайна. Дизайн потом мы накрутим наверх, это уже не проблема. Главное сначала добиться работы. Но вначале я хотел, чтобы мы получили исключение. Исключение само за себя говорит. Template, donate, z. То есть нет шаблона. При этом Джанго в классах по умолчанию уже думает, да, что по умолчанию он создает шаблон по нашей модели, пост названию. И по тому, что мы выводим. А мы выводим листвью, значит он решил, что модель пост и листвью. Но ведь нам надо будет выводить еще и шаблоны, то есть все записи. И он опять, поэтому, конечно же, здесь нам надо переопределять. Иными словами, у нас сейчас есть папка templates. У нас есть блок. Но в нем ничего нет. Мы, конечно, могли бы сделать так. Создать файл именно по пути по этому. Зайти сюда. И вообще проверить, работает у нас или нет. То есть файл уже нашелся. И нажать Enter. Ну, мы видим белую страницу. Иными словами, наше приложение уже работает, только пока ничего не отображается. Но такое название нас не устраивает. Поэтому нам надо его переопределить. Наверное, будет правильно назвать. UserPost, чтобы для нас, в первую очередь, это было имя читаемое. Если мы сейчас опять откроем, то опять получим исключение. Вот тут нам понадобится то, что мы ранее собирались делать. А мы с вами оставили такую вещь, как template name, имя шаблона. Поэтому мы скопировать относительный путь. Вставляем сюда. Блок нам не надо. Templates мы с вами указывали. Напомню. В Settings. Искать, в первую очередь, шаблоны. И благодаря тому, что у нас... А, нет, все. И она будет искать по всему проекту. Когда увидит папку templates, она из нее вытянет шаблоны Django. С этим понятно. Переходим во вьюху. Значит, нам надо... Оставить блок. Как раз для нас читаемый, да? И UserPost. Django перезагрузилась. После этого мы снова открываем страницу. И уже все нормально. То есть наше приложение работает. Теперь надо разбираться с тем, что мы там задумали, намудрили. Итак, сначала... Давайте без всяких там хитростей. Хитростей. Так. Что там? Пшуп. Любой HTML. Потом мы уже сделаем то, что у нас в бусттрапе будет. Нам еще желательно ЛТФ-8, чтобы было. Ладно, не буду я сейчас дурить голову. Потом у нас будет полностью. Поэтому сейчас любой пока вставим. А уже потом с бусттрапа нормальный. Сначала мы в первую очередь идем, сворачиваем весь проект, идем в главную папку Templates и в папку База. И сюда давайте вставим наш код. Здесь напишем База. Это уберем. Нам достаточно сейчас DocsType, Body, HTML и BodyTag. Все. Это мы могли бы убрать. Теперь мы дальше идем в наше приложение. И давайте теперь все закроем. Откроем сначала все-таки базы главной, да, с папкой Templates. Projects. Далее. Базы с блок и UserPost. Мы с вами договорились, что вот этот файл базы будет иметь только импорты. Импорты Bootstrap, DC, Jukeri, Jukeri и все. Импорты больше тут ничего не будет. То есть это для всего проекта. Мы с вами говорили, что если бы мы точно знали, что мы кроме блога ничего писать не будем, то мы бы могли вообще разместить, достаточно было бы того базового файла, и мы бы другой базовый не делали. Но с другой стороны мы думаем, наверное, 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 сейчас, ребят, секунду, не ругайтесь. Наверное, нам придется делать дизайн, да. Ой, опять надо. Наверное, нам придется делать дизайн для нашего вывода. Ну, блог это или там аудио или видео, неважно. Но просто если мы, допустим, придумаем что-то еще, наверное, там будет другой дизайн. Поэтому имеет смысл сделать следующее. Базы. Вот этот файл, то есть именно дизайн, весь дизайн, который будет относиться к нашему приложению блог. А потом, если мы решим еще что-то сделать, то тогда мы, опять же, сделаем для него тоже базовый, и так будет классно. Почему? Сам базовый файл у нас наследуется от templates.project.baz. То есть от вот этого, да, который у нас в главных шаблонах, отдельной папочкой. Ну, а понятно, что user post extend будет наследоваться уже от просто базы. Так как блок у нас уже есть, и так, пространство имен. Здесь мы пишем базы. HTML Если где-то что-то боитесь подзабыть, вставите комментарий, а лучше справку введите. Хватит и вставить и вставить Вставить Вот. depois им Вставить им идем и м и нам отлично если честно я сейчас думаю наверно надо написать от блок база ну ладно разберемся по ходу она выдаст первое что тайтл мы там не ставили ну ладно пока без тайтл не надо найти нормальный html файл найти нормальный html файл чтобы не писать сейчас найдем я зашел на быстро опять пока мы не будем потом мы подгрузим и а здесь вот как раз готовый файл быстро админ css быстро опять отказалась от жукере уже потому что java script достаточно уже развитые вот это ты возьму здесь есть все вот это ты возьмем почему вот сейчас будет все правильные и понятнее почему мы просто ставим теперь понятно вот здесь только импорты и все что есть вот и f8 все что надо и даже у нас бустра появился посылочки базовый здесь когда ой кажется я его удалил так все установил у нас тут был база и нав бар то есть все нормально здесь когда не знаете и пишите делаете так чтоб вам было понятно если много будет файлов вот так а на момент тестирования можно просто сделать потом убрать это вы четко будете понимать что за файл да ну это я так как вариант чтоб легче было первых разобраться потому что когда ты его мазили надо посмотреть там в инструментах разработчика ну все должно подсказывать так поехали дальше потом до конца подумаем в любом случае сразу можно написать посмотрим есть тут нету шаблонов блок тайтл у нас тут будет пост подсказка подсказка хорошая ненужная и закрываем блоки открываются и закрываются так как у нас что мы здесь есть основной здесь в этом файле мы можем добавлять можем не добавлять что мы мы просто разметим где будем писать контент но будем добавлять но данный момент не будем сейчас посмотрим а есть контент и блок вот так блок контент здесь можно просто блок либо блок контент и это не имеет разницы можно закрывать можно не закрывать ну все теперь давайте смотреть сейчас мы пройдем сейчас надо учесть два момента два момента первый момент надо учесть мы работаем шаблонами откуда джанга все это знает джанга это знает потому что когда мы с вами делали пример с контекстом пример с контекстом здесь есть такая вещь как джанга движок джанга темплейт вот он как раз таки и имеет api которые мы ниже до смотрели и он у нас в джанга тоже есть мы его определяли настройках сеттингс определяли мы его вот backhand backhand джанга темплейт backhand джанга темплейт то есть движок у нас есть поэтому джанга умеет работать с шаблонами какие нам надо шаблоны мы тоже с вами там были но давайте еще раз посетим нас сейчас интересует темплейт build and tags and filter то есть вот здесь есть все что есть джанга и в принципе нас сейчас будет интересовать вот эта вот вещь иными словами чтобы чтобы выбрать посты но вот это не с ним пока не смотрим нам сама вот эта конструкция как я и говорил джанга имеет всего два по сути дела тега это один с фигурными скобками с процентами а второй две фигурные скобки это переменная между ними пишутся разные коды есть здесь разновидности это сами какие-то операторы да и есть операторы так называемые фильтры фильтры когда мы через прямую черту будем чего-то еще делать но в принципе и и вся вся математика все здесь по шаблону делается дело только практики и все хорошо расписано данном случае не надо путать for многие увидят что это скорее всего цикл for нет это просто название for который работает по принципу цикла но это не цикл пайтон это просто шаблон написано джанга что проще было понимать почему давайте попробуем написать наш шаблон открываем наш файл юзер пост мы определили где будем писать как правило называется блок контент можете назвать как хотите но это уже ваше дело да то есть мы знаем что нам надо вот такие вот шаблоны мы пишем извлекать будем посты пользователя то есть фор вот здесь пока мы оставим да это будет нечто сейчас поговорим им где тут у нас вступает в силу то что я говорил большинство пишет здесь что обжиг пиздец извините меня так не надо писать ребята это дурной тон вы будете сами потом на разные файлы смотреть как дурак на погремушку я не знаю как еще сказать посему давайте давать какие-то имена которые понятны будут и вам и другим и всем идем но это ваше дело конечно здесь дело вкуса обжиг сета для лентяев сделали в джанга понимая что программист он ленивый почему джанга листвию контекст объектные им сделали обжиг с лист него не обжиг с контекст мы с вами о контексте говорили да что это словаре это будет ключ обжиг с лист который будет вытаскивать но то есть переменная где будут храниться данные но все это мы рассматривали с вами поэтому не вижу на этом у нас здесь есть где мы были заходим нашу юху и мы придумали что у нас будет называться вот так контекст объектные им то есть вполне читаем а поэтому мы здесь заменяем вот на и теперь мы читаем блок после за релиз для нас понятно приложение блок модель пост юзер лист все читаем это временная переменная она может быть какой угодно и взорей не ставим короткая пост давайте получим еще одно исключение запустим наш проект опять много вкладок и запустим так где наш проект делся вот он и получим исключение темплей темплей синтекс р то есть синтактическая ошибка шаблона здесь довольно просто сразу говорится где вы в чем юзер пост лайн 3 и мы видим что лайн 3 стенд блок то есть не закрыт блок подсвечивается да ну во первых я не ту ошибку имел ввиду вообще-то там синтактическая ошибка это немножко другой я хотел другую здесь нету дэнд блок закрыт блок да но все равно теперь открываем нажимаем и наконец-то видим да то есть даже вы можете перевести если хотите ошибка при показе шаблона рендер показать да иными словами иными словами иными словами просто-напросто тупо не закрыт тек но блок хорошо что эту ошибку иными словами если мы открыли фор то значит мы его сразу закрываем привыкайте это делать сразу то есть фор открыли сразу конец фор здесь все читаемых опять же вот здесь не имеет значения конечно лучше делать отступы что было читаемость получше откроем наше исключение и по сути дела блок контент и тут я неправильно написал опять откроем наше исключение блок контент опять неправильно написал вот бывает ну теперь все правильно точно или неправильно вот теперь смотрим здесь вот я говорил что здесь нам возможно придется поставить блок ftml правильно наконец-то он вычислил что extends нету хорошо давайте это исправлять я хочу чтоб вы соображали просто они потом ловили исключение и были но все базы то есть мы сейчас видим какой базы вот первый файл темплейт давайте закроем все вот тут где мы делали папочку темплейт проект и вот базы мы там раз написали аж один базы чтобы посмотрели что делается но при этом то есть у нас файл работает единственное чего нам достичь это это сейчас чтоб все показывалось почему идем в юзер пост и между этими тегами начинаем писать значит в данном случае пусть будет у нас значится заголовок для этого что мы делаем смотрим на эту вещь принцип такой же самый как в python да переменную которую мы создали здесь хранятся все данные при помощи for перебираются они и перемещаются во временную переменную оператор in видите в перебирать в и размещаются во во временную переменную значит иными словами что надо делать это переменная да значит уже если мы понимаем что это переменная значит что делаем вот такие теги используем далее если они размещены во временной переменной Значит, наши действия следующие. Откройте модель. Модель. Движок шаблонов имеет доступ к API модели. К таблицам. Он взаимосвязан. Поэтому мы указываем пост, нашу временную переменную и поле модели всего лишь. Все просто. Банально. Дальше пойдет, конечно, код посложнее. И давайте теперь посмотрим. Та-да-дам! Ничего не работает. Значит, что надо сделать? Берите бумагу, ручку и записывайте. Будет три пункта. Первым делом записывайте. ПАР-МАР-КАР. П-А-Р. Маркар. Говорим. ПАР-МАР-КАР. И перезагружаем страницу. Если не сработало, значит, скорее всего, сказали не слишком громко. Говорим громче. ПАР-МАР-КАР. И перезагружаем страницу. В конце концов, третью попытку стоит не проводить. Значит, что надо делать? Магия не сработала. Тупо идти в документацию. Пойти тогда уже простым земным путем. Путем шаблоны. Ну, чтобы здесь вас не мучить, потому что дело здесь совершенно простое. Давайте смотреть. Смотрите, у нас есть блок контента. И он заканчивается здесь, да? Ага. Ну, мы откроем файл базы. Основной. Как Джанга может узнать о том теге? Ведь смотрите. База. Где он делся? Закрыть. Справа. Сейчас я уберу все лишнее. Это вообще нафиг. Ой, Юпитер. Ну, может, он и не надо будет пока сейчас. Базы. База, то за это отвечает, за то, что мы видим базовый файл, он нормально отработал. За это отвечает экстенс, да? То есть, наследование. Как правило, нормальное наследование в три шага. У нас так получилось. В принципе, раз, два, три. Три, можно и четыре. При наследовании, при наследовании в шаблонах, что происходит? Происходит следующее. То есть, в первом шаблоне, в первом шаблоне, мы указали HTML. Дальше мы переходим в наш шаблон, базовый блок. Здесь нам не надо HTML указывать. Почему? Потому что мы его уже наследуем. Этим и удобна эта система. Но с другой стороны, а как вот этот шаблон, вот мы возьмем, узнает, что у нас есть блок контент. Он об этом не знает. И об этом не знает система шаблонов. Почему? Что нам надо сделать? Нам надо сообщить базовому шаблону, темплей базовому, вставив между тегами body в нужном месте, просто наш контент. А, это не я. А, нет, все правильно. Наш контент. Давайте проверять сейчас. Ага, все. Заголовки мы вывели. То есть, смотрите, получилось так. Базовому шаблону не поставили. Теперь нам, конечно, придется потом поставить и в этом базовом, потому что ведь что происходит? Вот давайте посмотрим, что происходит. Он пустой. Но если мы здесь поставим тот же блок контент, давайте попробуем сначала вообще написать что-то. Вот в этом базовом, втором, да, который в блоке написать что-то. И попробуем. Как мы видим, оно не отображается. Почему? Вот здесь у нас идет HTML, он работает. Но и блока нету. Джанга не знает, как отображать. Ведь надо где-то, когда у нас поставлен блок, ничего нету. Получается, что в любом другом следующем мы просто можем переопределить. Иными словами, между этими блоками контент добавить дизайн, написать все угодно. А вот если мы в первый поставим какие-то буквы FFF, да, то пока ничего. Давайте смотреть дальше. Ага, то есть мы в второй поставили базы. А в первый тоже поставили. В первый поставили, да, FFF. Ничего не отобразилось. Правильно? Правильно. Теперь давайте попробуем в наш блок базы, в котором пока нету контента, написать. Просто смотрите. Блок Контент И Второй Н-блок Теперь давайте смотреть, что будет происходить. Тоже ничего нету, да? Хотя вроде бы, вроде бы, как должно быть. Сейчас поймете. Давайте попробуем это удалить. Теперь давайте опять. Так, так, так. Чего у нас не хватает? А, N4 остался. Мы не скопировали. Это удаляем сначала. А мы не удалили. Да, и есть в свой раз. Опять я не... Не сто... вот так бывает вообще ничего да ну правильно потому что мы удалили теперь теперь смотрим первые базы теперь делаем так в файле юзер мы отменим отменим теперь сначала здесь все удалим перейдем юзер и это же кроме экстента все удалим теперь попробуем вернем n-блок не удалил удалим попробуем вот смотрите ребят вот это самая главная фишка вот смотрите теперь fff отобразилась да она отобразилась это надо понимать то есть вот мы написали fff теперь давайте смотрите получается то есть для чего мы создаем вот этот контент потому что как мы в базовом забиваем пустой потому что во всех остальных блоках когда мы размещаем контент он переопределяется почему когда у нас уже джанга видит что у нас базовом есть да я в базовом я только базовом эти слова написаны в базовом и давайте мы давайте мы что сделаем скопировать относительный путь блок можно вот так сделать и показать да вот он относительный путь нам вполне понятны и и вот он заменился да в базовом теперь давайте добавим что переходим в наш блок база html и прав куда отменяем ой отмена сначала щелкнем отменить то есть здесь уже тоже появился блок контент и теперь включаем смотрите пропал то есть джанга знает что если здесь появился блок контент значит это будет что-то переопределено то есть то что было в базовом файле добавлено добавлено она уже не высвечивается потому что джанга ожидает переопределение этот момент уловили я думаю да мы можем переопределить иными словами взять скопировать относительный путь для для себя понятный и вставить сюда теперь у нас получается что это последний файл агата юзер в файле юзер мы видим то что переопределено да то что переопределено в базовом то есть уже блок базы а вот то мы уже что в темплей с базой то мы не видим почему потому что в блок базы мы переопределили но так как у нас подключен бутстрап взойдем возьмем возьмем какую-то вещь а объем и все и и Блок базы, да, я не знаю, должно сработать вроде как, поэтому с Bootstrap-то будем позже разбираться, сработало, да, то есть у нас отобразился, по сути дела, о чем я хочу вам сказать, то есть смотрите, теперь становится все на места, базовый файл, то есть мы здесь уже убираем отсюда, это нам не надо, тут у нас блок контента и конец блока, здесь у нас заполнено HTML, есть теги хиат, да, то есть заголовок и боди, хотя потом мы научимся включать, значит, мы с вами договорились, что в нашем приложении блок, в темплей, в блок базы HTML мы начнем делать дизайн, иными словами, теперь мы в блок контент вставляем дизайн, но в данном случае это просто пример, и получается, что на самом деле, ну главная страница у нас пока не отображается, но на самом деле, что этого дизайна его на главной странице не будет, там уже мы будем делать другую страницу, да, чтобы вы понимали, он будет только то, что относится к блогу, момент уловили, да, да, думаю, да, и все это отображается где? На последней странице, давайте попробуем, вот сейчас блок базы, сейчас, теперь перейдем на юзер пост, правка, отменить и вернем все, ушло, правильно? Ушло, так что делать? Смотрите, ребят, здесь тоже маленький, есть маленький нюанс, мы берем базы, которые, да, то есть сам дизайн мы должны разместить где? Вне блока, убираем дизайн, ой, пока правка, отменить, берем блок контент, а, нам надо M-блок, и вбиваем сюда, теперь, стоп, стоп, сейчас я вас запутаю, нет, немножко запутал, стоп, делаем назад, откатываем, откатываем назад, и проверяем, сейчас мы видим, что отображается, но то, чтобы мы хотели, отображался еще и дизайн, мы не видим, теперь смотрите, как надо делать, ребят, ну, я понимаю, что, возможно, сложно, но потренируйтесь, здесь, на самом деле, все просто, итак, что же надо сделать, на самом деле, вот у нас базовый файл, может, мы и попроще потом сделаем, смотрите, давайте я сложу, в совом файла, темплейт, основном, где темплейт с прожект, да, у нас есть база, где мы определили блок контент, обратите внимание, этот блок контент мы определили вообще для всего, то есть для базовых файлов всего проекта, соображаете, теперь переходим в блок, тут у нас тоже есть базовый файл, в данном случае, bootstrap alert выступает у нас, ну, вроде бы как, вроде бы как дизайн, да, и в данном случае блок контент мы его просто переопределяем, но при этом, если мы попытаемся поставить в нашем юзер пост тоже блок контент, то он опять переопределяется, иными словами, тогда мы видим просто воробей, то есть это записи, да, белый айс, воробей, воробей, это все записи, которые есть в админке, да, заголовки записей, но bootstrap мы не видим, но ведь мы так и хотели на самом деле, базовый файл создается, посему, чтобы отображался bootstrap, мы переопределили здесь базовый файл, а допустим, ну, считайте, что это контент, здесь мы тогда создаем еще один блок, он не будет касаться основного файла, он будет касаться только файла базового блога, мы создаем блок контент, блок, так его называем, и закрываем, да, endblock, все, теперь мы открываем, тоже ничего не работает, потому что наш юзер пост не знает, значит, здесь блок контент, добавляем тот, тех, которые мы создали, блок, и опять обновляем, и теперь видим, все заработало, мы поставили где-то посередине, да, действительно, вот здесь пост, но это сейчас имитация, но чтоб понять просто смысл, это самое важное, сейчас понять смысл, вот сейчас наш блок контент, давайте, вот так, и теперь что получается, теперь получается на самом деле неплохая картина, запутаться здесь на самом деле негде, получается полностью, если взять, если взять полностью, то сам наш шаблон, может немножко сложновато, но мы так придумали, сам наш шаблон имеет только HTML, где идут импорты, подстрап, жукель, ну, все, что нам надо, да, для проекта, хотя, ну, сейчас скажу, хотя мы могли бы сделать вообще-то не делать, а, допустим, сделать импорты здесь, ну, для блога, ну, просто я вам показываю посложнее варианты, чтобы там уже могли HTML там положить, ладно, давайте не отвлекаться пока, итак, для всего проекта, далее, когда мы переходим в шаблонный блок, то здесь, в базе, мы добавляем уже дизайн конкретно для блога всех записей, чтобы он был единый, при этом, так как у нас блок контент определен был в главном файле, здесь мы его тоже определяем, и добавляя дизайн, мы его переопределяем, в третий файл user post мы уже блок контент не можем добавить, по одной простой причине, что он опять переопределится на то, что мы написали, а в данном случае у нас находили здесь что? наш фор и вывоз заголовка, поэтому, чтобы работал у нас дизайн, нам надо, что сделать? было создать в дизайне и в нужном нам месте еще один тег, например, называть его контент-блок, это получается длинное наследование, ребят, но вы же будете с разными наследованиями работать, все можно, ну давайте закончу, когда мы создаем контент-блок, то есть добавили понятный нам контент-блок, нам понятно, значит, в юзер пост мы просто уже добавляем его, получается, у нас будет работать в данном случае и контент, и наш код, потому что теги разные, и в результате мы получаем то, что мы и хотели, где-то посередине вставили наше, но вы поняли, что вот это сейчас просто как демонстрация, да? в результате мы добились, что у нас этот дизайн будет только в блоге, если мы создадим еще какое-то приложение, можем поступить таким же образом, и у нас будет там совершенно другой дизайн, что удобно, ну конечно можно было бы сократить, можно было бы вот это вот вообще не делать, но я решил сделать посложнее, а просто вбить в блог вот сюда html, а здесь уже просто контент переопределить, тогда было бы два шага, с другой стороны, возможно, вам придется это делать, если вы поймете, что очень много импортов чего-то там, да? Если очень много импортов, тогда вам придется так делать, уловили, например, сейчас пока у нас мало, ну бустрап, ну что? А там начнете импортировать CSS, а получится так, что этот, допустим, CSS не надо в проекте блог, то зачем все это таскать? Но тем не менее, моя задача была показать, чтобы вы поняли, уловили одну идею, что джанга теги настроена таким образом, что они переопределяются. Ну и еще нам до конца дописать наше представление в следующем видео. В принципе, пока все. У нас все будет работать.